Обратите внимание на то, насколько человек отекший. Очень крупный живот, это говорит о том, что плохо работают почки. Если живот крупный и торчит на уровне поджелудочной железы, видели, наверное, такое? Если живот торчит на уровне поджелудочной железы, это, скорее всего, проблемы поджелудочной железы. Какие проблемы? Если живот отекший большой и торчит вперед, значит, это проблема поджелудочной железы, скорее всего, формирование сахарного диабета и панкреатита. Если у человека во время осмотра натянуты жилы, это тоже мы иногда можем на это обращать внимание. Смотрим на шею, и там как будто шея находится в таком тонусе, и каждая мышца вырисована и прямо сжата, как пружина. Это говорит о том, что у человека яркие неврозы. Навязчивые идеи, а также, вероятнее всего, панические атаки. Шея предатель. Вы представляете? Если шея натянута, то это может быть еще и бессонницей. Я видел таких людей, у которых жилы на шее натянуты до предела просто. Знаете, ощущение такое, как будто это арфа и там струны, и по ним можно играть. И обычно это люди, которые очень быстро разговаривают, очень эксцентричны, импульсивны, не могут успокоиться, имеют астенический характер такой, холерический. Они не могут быть спокойными, все время на взвинченном состоянии. У них бесконечная эйфория, они много хотят работать, много чего-то делать. У них бесконечное я-я-я имени меня. То есть они стараются все объяснить, но это опрометчивое состояние. Почему? Наша нервная деятельность имеет три элемента. Это элемент спокойствия, элемент эйфории, а также элемент угнетения. Видимо, эти люди находятся в элементе эйфории, а не в элементе спокойствия. Дело в том, что для психической деятельности нормальной необходимо, чтобы у человека присутствовало и первое, и второе, и третье, но элемент спокойствия во всем должен превалировать. Потому что в случае, если у человека элемент эйфории длительный, то тогда у него появляется бессонница, панические атаки, истощение нервной деятельности. Если у человека есть все-таки состояние угнетения, он все время в угнетенном состоянии, это тоже неправильно. Это приведет тоже к бессонницам, в дальнейшем к паническим атакам и депрессивным эпизодам. Разумно это, да? Что можно посоветовать, я расскажу потом. Дальше, на что обращаем внимание? На кисти и на руки. Он же сидит обычно, и вот так вот ручки лежат перед вами. Обращаем внимание на ручки. Очень часто мы можем заметить адутловатость рук. Адутловатость рук говорит о почечной недостаточности. Такие руки, как очень большие. Если руки очень большие, это может говорить о том, что у человека тромбозы тканей ног и рук. Тромбозы. То есть человек склонен к повышенным тромбоцитам. Попросите человека сжать руку. Сжать руку. Если человек, сжимая руку, говорит, такое ощущение, как будто дожать руку не могу. Это первые признаки того, что почки перестали правильно работать. Нужно попросить человека, чтобы он в течение одного дня или нескольких суток пописал в баночку. Это называется диурез. Если диурез больше трех литров, это тоже очень плохо. Это говорит о том, что происходит потеря жидкости из организма. Нормальный диурез человека, это полтора литра-два с половиной литра. Естественно, если вы принимаете большое количество, это при применении естественной пищи. Поняли? Это при применении естественной пищи. Дальше. В случае, если у человека одутловатые руки и немножко с синюшным отливом, это может говорить о том, что человек употребляет наркотики. Также в этот момент нужно спросить, есть ли у человека потеря зрения. Нет, рук, рук синюшные. Вот отекшая рука и синюшная рука. Дело в том, что, ну, скорее всего, инъекционных форм. Дело в том, что это первые признаки, на которые обращают внимание в наркологическом диспансере. И обращают внимание на то, что руки отекшие, а также руки синюшные. С чем это связано? В момент инъекции происходит всегда реакция организма, и сосуды тромбируются. Сосуды тромбируются. Понятно? Дальше. Кончики пальцев. Нужно попросить человека, чтобы он поднял руку и посмотреть на его подушечки. Иногда так бывает, что подушечки синеют. Поняли? Синеют. То есть вот здесь вот синие подушечки. Если синие подушечки, то это говорит о том, что у человека либо вегетососудистая дистония и спазмы сосудов, особенно спазмы сосудов, а это уже психические заболевания, это уже неврозы. Или же у человека есть заболевания целиком, связанные с сосудистыми дистрофиями. И это может быть первым признаком такого заболевания страшного, который называется склеродермия. Как проверить, есть она при синих пальчиках или нет? Нужно спросить у человека, есть ли у вас боли в суставах, потому что первые признаки склеродермии – это боли в суставах. А также нужно взять фонарик и посветить вниз ногтя фонариком, так, чтобы появилась просветка этого фонарика и просветка этой кожи. Если в середине вы заметите огромное количество венок и сосудиков, которые, ну, как паутинка будут, то, скорее всего, склеродермия имеет место быть. В случае, если там небольшое количество сосудиков, то склеродермия нет. Что такое склеродермия? Это тромботизация самых-самых мелких сосудов, без дальнейшего выведения. Да, то есть кровь вошла, запеклась, я извиняюсь за эти слова, и не вышла. И после этого видна в виде вот такой вот тромботизации сосудов. Таким образом, мы видим паутинку в середине пальчиков. У меня была женщина, которая когда-то в Симферополе пришла и говорит, не находит у меня ревматоидного артрита, и вообще, а я чувствую себя плохо. Может, вы поможете, может, это порча из глаза. Я говорю, я обратил внимание на то, что у нее синие пальчики. После этого посветили фонариком и определилось, что она болеет таким заболеванием, как склеродермия. Я говорю, я вам ставлю диагноз склеродермия. Идите к врачу и скажите, была у врача, и он гипотетически ставил склеродермию. После этого провели иммунные исследования, клеточные исследования, и диагноз был поставлен. Потому что является атовизмом иммунного, вернее, селективного происхождения. То есть, передающиеся генетические, генетическое заболевание. Таким образом, она говорит, а что же мне теперь делать? Естественно, те дозы преднизолона, которые она принимала при склеродермии в ее форме, будут недостаточными. Потому что склеродермия лечится невероятно большими дозами преднизолона. Как очень быстро уничтожить последствия приема антибиотиков? Хотите, расскажу. Вот смотрите, вы принимали антибиотики. Когда вы их принимали длительное время, то часть антибиотических колоний осталась в вашем организме. Раньше считалось, что организм целиком подавляет при помощи фагоцитоза и выводит это из организма. То есть, при помощи иммунитета он полностью подавляет эти клеточки и после этого полностью выходит. Нет, это неправда. Потому что сейчас исследования, которые проводятся в медицинской отрасли, говорят о том, что любой след любого принятого антибиотика в дальнейшем можно в организме найти. Любой след любого принятого антибиотика. Каким образом можно с этим побороться? Ребята, существует метод, который называется заставить организм выработать иммунитет. Нужно взять невероятно маленькое количество антибиотика, который вы когда-либо принимали, развести с большим количеством воды и на протяжении нескольких дней по чуть-чуть пить такую воду, взбалтывая. Таким образом, ваш организм будет вырабатывать иммунитет к данному антибиотику. Понятно? Почему? Дело в том, что наш организм при приеме большой дозы может подавляться. А если давать ему невероятно маленькую дозу, то к этому действующему веществу начинает вырабатываться иммунитет. Вспомните прививки, да? Мы начали это использовать в момент применения химиотерапии. В тот момент, когда человек прошел химиотерапию, в этот момент у человека должна быть реабилитация. Но начинается выпадение волос, грибок, ногтей и так далее. И применяли данный метод, создавая определенную смесь или взвесь антибиотиков в очень-очень небольшой форме, чуть ли не гомеопатической. И после этого давали человеку такой препарат, как метатриксат, которым лечили его. И оказывалось, что выход человека и восстановление крови, и восстановление общего иммунного ответа увеличивалось практически в первые дни приема. То есть уже там шестой, седьмой день у человека были видны очень хорошие результаты. Когда человек приходил и дальше делал анализы крови, то врачи очень удивлялись тому, какая у него великолепная кровь после проведенного сеанса химиотерапии. Представляете, да? Оказывается, можно лечить еще и таким образом. Итак, а можно ли создать иммунитет к вирусу, которым вы болеете? Да. Каким образом это можно делать? Вы можете в последние дни болезни вирусной инфекцией, в тот момент, когда вы уже, в тот момент, конечно, то, что буду говорить, ну, выглядит не очень красиво. Но когда вы уже будете болеть и болезнь будет на последнем издыхании, пролечившись, естественно, антибиотиками, вы заметите, что придет время, когда организм начнет уже справляться с тем заболеванием, которым вы болеете. В этот момент вы можете, сейчас я буду говорить глупости, извините, плюнуть просто в баночку и добавить туда большое количество водички и поболтать. Таким образом, вы у себя сформируете иммунный ответ к тому вирусу, которым вы болели. Понятно, да? Это же разум, представляете? Гомеопатический создатель. Как закислять кефир и молоко. Да, как закислять кефир и молоко, да. И восстанавливать свой кишечник. Очень хороший опыт. Конечно, можно поулыбаться и не поверить. Зря очень, знаете, в этом есть доля разума. Ну да. Наш организм так устроен, он при помощи слюны делает это. В тот момент, когда мы болеем, выделяется большое количество слюны. Но там концентрация действующего вещества и бактерий очень высокая, понимаете. И он не может вырабатывать иммунитет, потому что его иммунная система, ей приходится с этим работать. А если ей дать невероятные яркие ослабленные клеточки бактерий, то тогда он вырабатывает прямо правильный антиген к этому вирусу и в дальнейшем его запоминает. Понятно. Субтитры создавал DimaTorzok